Всем привет! В этом видео я расскажу как восстановить данные с компьютера, который не запускается, как создать свою загрузочную флешку с набором утилит для восстановления данных при помощи Windows PE, как загрузиться с такой флешки и как восстановить данные. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Если вы вдруг столкнулись с проблемой сбоя в работе операционной системы и она попросту перестала грузиться, а на диске остались важные данные, не отчаивайтесь, их можно попытаться восстановить, даже если они были удалены. С помощью этого способа вы сможете не только загрузить полноценную систему Windows без ее установки на компьютер, но и использовать программы для диагностики жесткого диска, поиска и удаления вирусов, создания новых разделов, восстановления и т.д. Для этого вам нужно будет скачать бесплатную программу AOMEI Pay Builder и портативную версию Hetman Partition Recovery, записать это все на USB флешку или диск, запуститься из нее, просканировать диски и восстановить нужные данные. Итак, скачиваем AOMEI Pay Builder с официального сайта, а затем портативную версию Hetman Partition Recovery, ссылки на них будут в описании. Устанавливаем AOMEI Pay Builder, далее извлекаем из архива папку с Hetman Partition Recovery, запускаем AOMEI Pay Builder, жмем Next, здесь ставим отметку напротив Create 32 Bit Version of Windows Pay и снова Next. Версию выбирайте в зависимости от того, какие программы будут использоваться, 32 или 64 разрядные. В следующем окне вы можете выбрать, какие программы будут записаны на эту флешку. Если вам не нужны никакие дополнительные программы, уберите все отметки или же откройте каждый из разделов и выберите те, которые вам действительно понадобятся в работе. А чтобы добавить свои утилиты, нажмите Added Files, затем Add Folder и укажите путь к папке с программой. Это должна быть портативная версия, так как в ином случае она попросту не загрузится и программа должна соответствовать разрядности выбранной системы. Отметьте папку с нужной программой и нажмите OK. Теперь еще раз Next, здесь выберите на какой вид носителя записать, диск, флешку или жесткий диск компьютера. Я выберу USB носитель, Next. После вы увидите окно с предупреждением о том, что данное устройство будет отформатировано и что все данные будут стерты. Если вы с этим согласны, нажмите Yes, после чего начнется процесс создания загрузочной флешки с Windows PE и пакетом выбранных утилит. Для этого процесса потребуется доступ к интернету. Он может занять некоторое время, в зависимости от набора программ и скорости интернета. По завершению вы увидите кнопку Finish, нажав на которую загрузочная флешка с Windows PE будет готова к использованию. Теперь нужно лишь подключить к тому компьютеру, система которого не загружается и включить его. Подключите ее к USB порту компьютера и установите на нем загрузку из USB флешки. О том, как это сделать подробно описано в видеоролике нашего канала, как войти в BIOS или UEFI и загрузить с USB флешки компьютер или ноутбук. Ссылка на него будет в описании. Далее система загрузится автоматически и вы увидите на экране оболочку похожую на Windows 10 и набор выбранных программ. Здесь вы можете открыть этот компьютер и попытаться найти свои данные на одном из представленных дисков. Заметьте, что буквы дисков могут не соответствовать их прежнему названию. И если вы нашли данные, вам просто нужно будет подключить другой диск или съемное устройство и скопировать их на него. А если же папка с данными каким-то образом пропала, попробуйте ее восстановить. Для этого запустите Hetman Partition Recovery, которая находится в папке User Program и просканируйте диск, на котором находились ваши данные. Для удобства измените язык, кликните по разделу меню View Language и выберите нужный. Теперь выберите нужную папку и нажмите восстановить. Укажите путь диску, на которой они будут восстановлены. Ваши данные восстановлены. Таким образом, в ситуации выхода из строя системы компьютера, на котором хранились важные данные и переустановить систему, на котором без утер не получится, диск или флешка реаниматор будет ценным инструментом. А если вы хорошо знакомы с командной строкой, можете создать флешку с Windows PE и попытаться восстановить систему с помощью командной строки. Для этого нужно будет скачать пакет с ADK, ссылка в описании «Установить», отметив в начале установки средств развертывания и среда предустановки Windows. После установки в меню «Пуск» введите «Среда средств развертывания и работы с образами», запустите ее от имени администратора. В открывшемся окне выполните команду для создания папки с файлом и дистрибутива Windows PE, для 32-разрядной эту команду, а для 64-х вот эту. Теперь можно создать ISO файл, для 32-разрядной это следующая команда, а для 64-х следующая. После подключите ее к компьютеру и запустите его с этой флешки. Система запустится и вы введите на экране окно с командной строкой, чтобы добавить свои программы в пакет Windows PE. Перед созданием образа введите следующую команду. Далее скопируйте в папку mount программы, которые вам нужны и выполните такую команду. А затем выполните команду создания ISO образа, после запишите его на диск или флешку. Как восстановить загрузку Windows из командной строки, смотрите в одном из наших видео, ссылка будет в описании. Также, в нас на канале есть еще один способ, как создать флешку реаниматор для восстановления системы и данных с компьютера, который перестал загружаться. Ссылка в описании. А на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.